В эфире очередной выпуск программы «Спортцентр ТВ» Я ведущий Сергей Волков На рубеже 90-х, 2000-х годов прошлого века Самара переживала настоящий баскетбольный бум В элите российского баскетбола существовали и играли, достойно выступали две самарские команды Гость нашей сегодняшней программы Бывший главный тренер баскетбольной дружины ЦСКА ВВС Олег Ким Олег Ким, заслуженный тренер СССР и России по баскетболу Родился 19 июля 1949 года в Алмате Закончил Казахский институт физкультуры Тренировал алматинские клубы, женский Каспий и СКА Мужские ЦСКА ВВС, Арсенал, Союз, ЦСКА, ЦСКА ВВС Самара, Химик Автодор, Университет Югра Входил в штаб мужской сборной России по баскетболу В 2013 году ушел на пенсию с поста тренера-консультанта Красноярского Енисея Неоднократный призер чемпионатов страны с различными командами Серебряный призер чемпионата СССР Обладатель Кубка СССР Серебряный призер спартакиады народов СССР Победитель первенства вооруженных сил Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира среди военных Трехкратный бронзовый призер первенства России Женат, имеет двух сыновей, живет в Москве Среди его воспитанников немало известных баскетболистов Валерий Тихоненко, Юрий Жуканенко, Александр Петренго, Олег Мелещенко, Денис Пятенев, Роман Овчинников, Олег Тен Вы очень редкий гость в последнее время в Самаре Но Самара знает, вас помнит и по-прежнему восхищается талантом тренера-педагога Который оставил яркий след в истории самарского баскетбола Сейчас мы находимся на одной из главных улиц города, на улице Куйбышева В гостинице «Граф Орлов» Мы снимаем нашу программу В очередной приезд вы заметили, как меняется Самара к чемпионату мира по футболу? Честно говоря, пока ехал с аэропорта, я даже перепутал Хотя здесь 9 лет проработал в общей сложности в Самаре Конечно, город, дороги, что сейчас творится Сейчас одна грандиозная стройка Если когда все закончится, я думаю, что это будет шикарнейший город Вы футбольные болельщики, насколько я знаю? Ну, я болею только по телевизору Болею по телевизору Есть желание приехать на чемпионат мира по футболу И встретиться с своими бывшими одноклубниками по ЦСКА ОВС Посидеть на трибуне, поболеть за нашу российскую сборную? Ну, такой возможности-то, может быть, и получится, может, куда съезжу Но я, наверное, все-таки Москва мне сейчас там ближе В Москве можно посмотреть кое-что А вы сейчас живете? Я живу в Москве В Москве? Да Ну, большее время провожу в Туле, потому что у меня там уже, считаю, год уже не работаю И все-таки внуки у меня Две внучки, внуки Я, конечно, большей частью сейчас в Туле нахожусь Ну, обычно на пенсии все начинают заниматься рыбалкой или внуками Я внуками, я рыбалкой, я никогда не любил рыбачить И не понимал, что там сидеть на речке и ничего не клюет Они сидят днями, сутками А вот я давно хотел спросить, Александр Викторович, а почему, в общем-то, у вас корейские корни, а отчество Львович? Почему у отца-то такое... У отца Новмойч Да, почему? Почему? С чем это связано? Ну, когда отец родился на Амуре, Никольск-Уссурийске, на границе там по Амуроне И там был у них священник, которому нравились вот эти имена И он стал давать имена Лева Даже есть Розалия у нас есть Тетка одна, ну, царство небесное, но такие имена Соня, вот такие имена давал А вообще, по гороскопу вы вообще далеко не леп Но говорят, что по характеру вы были жесткий, такой требовательный тренер Вполне подходите под определение царь Не, нормально, нормально Потому что тоже я не считаю, что в команде должна быть какая-то демократия, понимаете? Это мое личное убеждение Ну, по крайней мере, ваши тренерские успехи, вот, на вашей тренерской биографии Связаны с железной дисциплиной А иначе как? У нас же никогда не было Мы всегда рассчитывали в основном на своих воспитанников Которых мы знаем с детства И которым, честно говоря, у меня всегда было такое Ну, как мне говорили, надо взять там пару иностранцев Я этого не хотел, потому что я считал, для чего тогда работают детские тренера Для чего работаем мы И я все-таки всегда рассчитывал на свои Ну, вот, вы человек с железным характером Очень хорошо, идеально подходите вообще к военной службе-то И своя основная тренерская деятельность была связана со СК Алмата СК Алмата, да И потом, соответственно, со СК ВОС Ну, я был вольно-наемный, как гражданский человек А, то есть вы погоню не носили? Не носил я, да Я только когда вот уже переехали перед отъездом Уже в возрасте 42 лет Мне присвоили звание прапорщика Чтобы, ну, здесь и квартирный вопрос, и переезд Вот это, и все гражданство Вот это, ну, 92-й год же был То есть закончили вы прапорщиком Да, прапорщиком, да Вот, а в Самару вот когда приехали И вообще у нас был такой энтузиазм у всех Независимо, там, баскетбол, там, футбол или еще кто-то там Или кто-то строитель был Хотели, конечно, доказать, что на новом месте мы можем что-то сделать И, честно говоря, вот этот период жизни Самарский, вот, ну, мне всегда, ну, как он нравился именно работа И было, ну, какое-то удовлетворение было Не только то, что баскетбол Ну, что, приехали когда-то, жили мы все, там, шесть человек в одной комнате на бассейне Там потом эти скойки убирали, ставили, печатали, приказы какие-то печатали Там, мы тренировались, зала не было Просто бегали по набережной, там, вообще ничего не было Вот, тем более надо было еще вынести, что тебя, обладателя Кубка Советского Союза, призера Союза Ну, СНГ, это была команда Ну, когда Союз начался, то мы СНГ стало, вот, все-таки мы серебро Выиграли и нас, потом опустили, там, в третью лигу или в какую-то лигу назад Вот, и мы год вытерпели, и команда, и все-все вытерпел А почему, в общем-то, местом дислокации выбрали Самару? Хотя были варианты, были варианты Это не ко мне, это когда клуб при распаде Союза сначала был в Тольятти Я говорю даже не только о клубе, а о том, что наверняка вы уже тогда были уже сформировавшиеся специалисты И были наверняка предложения, куда поехать Ну, были, конечно Не только в Самару Ну, я доверял И Куйбышев тогда даже был еще Да, я хорошо знал Леонтьева, и когда Леонтьев мне все объяснил, что он хочет сделать Это первый начальник клуба ЦСКА ВВС Да, да Виктор Борисович Да, Виктор Борисович Он убедительно все это сказал Говорит, что я мне все предоставлю, сделать сможешь, не сможешь Это было интересно Я тебе говорю, что именно в Самарский период, это такой творческий, рабочий Потому что ложился в 12, вставал, в 7 часов уже был на работе Мы же занимались не только что, вот тренируйся и все, мы же создали школу У нас первый появился фарм-клуб, если помните, РШСМ ЦСКА ВВС Где вот мы с этим, с Олегом Горбатовым Да Он убедил я его это все Создали школу, детская школа, потом неплохая была Всегда в призерах были или чемпионы были В общем, хорошая была работа Ну и вам дали пристанище в спортзале на Старозагоре Ну нет, на Старозагоре-то позже было А мы где-то тренировались, там где лампочка одна была, висела в полутме Там какой-то не то институт, не то еще где-то на улице Революции, по-моему Заря называется Там такой, зайчик Я еще помню, когда мы в Динамо Московское обыграли И в этот зал пришел Евгений Гомельский Когда он был тренером главный Там их обыграли, но он в команду привел Говорит, смотрите, где они тренируются Там пару лампочек горит Вот такие дела были Интересный вообще период был Вот именно в плане творчества, в плане работоспособности Отношений, потому что весь клуб был как один кулак Ну и надо сказать, что тогда была жесточайшая конкуренция Потому что в Самаре существовал уже клуб-строитель Тот же, так сказать, с хорошими традициями Тем более, что вы еще в Советском Союзе встречались с командой Генриха Приматова И это тоже было острое соперничество Я помню, как вместе с командой мне как-то удалось приезжать Пару раз я приезжал в Алма-Ату И видел это все, так сказать, своими глазами Как играли Валерий Тихоненко, Юрий Жуканенко, Олег Мелещенко в вашей команде А потом вдруг неожиданно, вот так бывает же, зигзаги судьбы Все перелетели в Самару и стали они самарскими ребятами Ну, с Генрихом связано вообще Я очень не уважал этого человека Когда он еще работал с женщинами Но я с ним знаком В Новосибирске Он на вид такой, что где-то там говорят Может что угодно натворить Но он умнейший человек Писал стихи Много знал Литературу очень много читал С ним очень было приятно все это Приятно было с ним проводить время там, конечно И я считаю, что это великий тренер Но до него же работал еще тоже не менее великий, как Шаблинский Владимир Алексеевич, 910 года рождения Которым я тоже очень хорошо знаком Он же начал здесь, по-моему, в Тольятти сначала команду создал Потом сюда что-то переехали Они по истории, если смотреть А потом уже он уехал в Туркмению И на его место приехал Генрих К которому я очень уважительно отношусь В 79-м году Вы возглавили спортивный клуб армии Алма-Ата Баскетбольный клуб К тому времени уже признанный клуб Такой в союзном баскетболе А тренерская вообще карьера С чего начиналась? Есть такой институт у нас Государственный педагогический институт Женский институт Где учатся только национальности казашки И он полностью находится на попечительности государства Там все у них И питание там все было Еще его где-то в конце войны Этот институт организовали Именно для над девушек чистого И там был такой Тоже очень сильный Заведующий кафе Архим Гулов И он мне говорит Давай, попробуй создай команду Чтобы из одних казахов были А вы сами занимались баскетболом? Ну так, я так на уровне сборной Казахстана был по своему возрасту Вот в интернете почему-то существует запись о том, что вы входили в сборную СССР по баскетболу Никогда Я вспоминался, мне надо так вспомнить У нас был Анатолий Ким Вот он был кандидатом в сборную Ага То есть это просто перепутали Да И который в принципе Но это не ваш родственник? Нет Мы однофамильцы И он в принципе меня в 78 году позвал помогать ему И так у вас тандем пошел? Да, мы с ним работали Ну там всякое было А почему ушли из женского баскетбола? Ну, во-первых, уровень пединститута и все Ну там создали команду Даже у меня две девочки играли в команде мастеров Сколько вы там уже где-то 13 лет отработали с командой, да? С армейской командой Ну с армейской, это считайте, где-то 79-го, если так даже 78-го, ну 79-й год, если так брать, точно По 92-й и в 92-м году уехали Ну за это время, в общем-то, добились немало, конечно Да ничего И входили, в общем-то, в топовые, в перечень топовых команд Советского СССР Да, мы, правда, не могли-то там плей-офф-фиды, мы были четвертые всегда, что давало нам право играть в Кубке Короча А раньше же не так было, кто захотел, там играет Вот, там ЦСКА там или кто-то занимает первое место, он уже в Кубке Европейских чемпионов играет Там победили Кубка Союза, играют в Кубке Кубков Вот, ну и серьезные были две команды, это третье, четвертое место, которые должны играть в Кубке Короча Вот мы уже говорили, вот в вашей той команде, в общем-то, играли выдающиеся мастера, советские мастера баскетбола В том числе начинал как раз свой творческий путь в баскетболе Валерий Тихоненко Ну да, нет, ну... Это правда, что Сергей Зазулин был его первым тренером? Ну, конечно, Зазулин сделал большое дело, когда он стал просматривать пацаны Но ему помогали очень сильные Барышев, которые здесь у вас Да, Александр Барышев, да И Дроздов, который учитель самого Зазулин Вот, они очень много просмотрели, очень сделали, конечно И Зазулин... И они вам рекомендовали, да? Зачем? Мы же все за этим следим, и тем более они же были... Мы же помогали им там, и форма, и все в свое время, всем детским командам Как получилось, что Зазулин вдруг оказался в Самаре, в Куйбышеве тогда, в 88-м году? Ну, его пригласили сюда, видно, там не получилось, чтобы... Как-то ему даже одно время дали, ему же он был главным тренером, считался с Калматы Это где-то 83-й, наверное, 4-й, ну, ненадолго, да То есть у него был шанс, но он его не использовал? Не знаю, какие там это дела, потом что-то он уехал В Куйбышев, да, в Куйбышев, тем более в Куйбышев-то команда, особенно после 83-го года, Спартакиад, это знаменитый Да Такой команды я и не видел, чтобы такая, как Генрих возил в сборную России, это же было вообще Да, да Потом у них команда же, вся эта команда сборной России, она все обладает, как Куйбышев Да, 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 кого только не было Ермолинский, Потапов и остальные там ребята Да, но у них есть остальные, там очень прилично Синельников, Новосибирск, Попадочиков, да Так вот, опять же, зигзаги судьбы, у вас вообще тренерская карьера, она очень такая своеобразная То взлет, то посадка, я бы ее так назвал, выражаясь армейским языком Вот, Зазулин переехал в Куйбышев, здесь стал главным тренером команды «Строитель», которая преобразовала в «Самару», потом вы приехали, вот ваше опять соперничество это продолжит И очень жесткое, прямо скажем, жесткое соперничество И для многих остается загадкой, вы как бы подхватили эстафеты, вот «Строитель», я так понимаю, тесновились там дважды призерами чемпионата СНГ тогда и России, потом вы дважды бронзовыми А потом вдруг, потом вдруг, не как, кстати, это было что-то для народу, народу было не совсем понятно Тогда бедный дворец спорта трещал по швам, одна категория зрителей ходила на ЦСКА ОВС, другая на «Самару», играл в вашей команде, опять же, Валерий Тихоненко, вернувшийся из Испании В общем, это было шоу, а особенно дерби, вот это вот, вы вспоминаете вообще вот эти времена? Конечно, у меня, я иногда даже просматриваю Сохранились видеозаписи у вас? Ну, конечно, у меня еще на старых этих, как их, кассетах На кассетах, да, 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 на кассетах У меня я специально видео оставил так, чтобы смотреть иногда Ваш ученик, олимпийский чемпион Валерий Тихоненко, талантливый был игрок, конечно, олимпийский чемпион, этим все сказано Но, на мой взгляд, не совсем как-то у него складывалась тренерская судьба Ну, он что, два года проработал с ЦСКА, потом здесь работал он С женской сборной работал по баскетболу Ну, я думаю Немного, немного Да, но это женский, это не его вообще было, не знаю Кроме Тихоненко, вот кого бы вы назвали из своих воспитанников Тех, кто может ярко блеснуть, вот, как тренер, да Ну, Милещенко Олег Милещенко Да, он работает, сейчас он работает в Ревде, вот эта команда Суперлиги Вот, но он неплохо работает Вот, просто у него не получается, сейчас такое время, что, ну, не получается, чтобы кто-то доверил Серьезную команду, я думаю, что у него получилось бы А, вот, сейчас вот Грачев, вот мы его рекомендовали, он тренер сборной, я считаю, тоже у Игоря Хорошие перспективы Ну, сейчас ему доверили баскетбольную Самару Ну, правильно И вместо Зазулина Ну, Зазулина все равно рядом будет Да, все равно рядом, да, как советник, подсказчик Конечно, он подскажет То есть, у Игоря Грачева тоже есть перспективы Мне кажется, да Мне кажется, да Тем более, Серега Зазулина имеет огромнейший опыт Я думаю, что он всегда поможет, это советом Вот Самое главное, чтобы не перебивать только Игоря Игорь должен сам все это делать Я думаю, что должно все получиться Совершенно неожиданно было для всех, когда вдруг в 97-м году, пять лет прожив в Самаре, вы взяли команду в полном составе и перелетели в Тулу Что случилось, Олег Владимирович? Я думаю, не хотелось бы просто говорить Это вынуждена была мера Поэтому я не думаю, что я ко всем отношусь нормально И когда после разговора я понял, что мне здесь делать нечего И уже мы стали уже где-то с января, мы уже потихоньку стали искать для детской команды, где бы эти получился Заречный И вот и целый год мы играли за свой счет Союз Заречный, да Союз Заречный создали, да Вот сейчас команду уже 20 лет там, для молодых игроков это было нормально Потом поехали дальше в Тулу А почему Тула? А потому что там у нас был наш общий друг, Бусков такой Он сам игрок был, сам за Ереван играл в свое время Служил у нас, в 79-м году демилизовался И он там говорит, давай попробуем, давайте попробуем А много денег-то не было у нас ничего Ну и так, ничего, понравилось, люди там тоже, ажиотаж был страшный Ну вы стали третьими тоже Да, и до полуфинала, по-моему, дошли в Кубке Короча, там же народ тоже, там очень такие болельщики серьезные Ну а потом навалились опять финансовые проблемы? А потом просто нас, просто я ребятам сказал, что доигрываем этот сезон, вы все поднимите свой рейтинг именно в другие команды Поэтому давайте так, не будем сейчас выпрашивать деньги, все равно нам никто не даст, говорит, закончим сезон И в принципе я оказался прав Тут же они все получили очень приличные договора, контракты И кто куда уже, Вадеев там уехал за границу, там Вуник забрал Петренко, там кто-то в ЦСКА И вот так вот получилось нормально Ну и фактически тогда, в общем-то, команда мастеров, я имею в виду та перелетевшая, она в принципе распалась Там уже набрали новый коллектив и задачи стали уже посромнее Вот, и вам пришлось, опять же, очередной зигзаг судьбы Вдруг вы оттуда, так сказать, тетлованный тренер Вдруг решили отступить на два, я не знаю, на три шага назад И оказались опять в Заречном Никто даже не знает, что такое, что это за поселок, что это за городок Что это за деревня в Пензенской губернии Ну это же закрытый город Вот, да, но неужели не было предложений тогда Почему были, нельзя было бросать мне этих молодых пацанов Что же, они мне поверили, я потом брошу, пойду что-то это Потом уже, когда они подросли, уже стали Там же они все прошли, ну и самарские ребята же, не только же были там зруи городов То есть там обкатку проходила, вообще перспективная молодежь, собранная практически со всей страны Кулагер Виктор помогал, как играющий тренер Он там дисциплину держал, они его уважали Там не надо было почти находиться-то Ну когда они были, я еще помогал Тиханенковце из каждого сезона А потом уже, так, современный как сейчас Есть деньги, купил, все, взял, это все, это не по мне эта работа Поэтому я, наверное, не вписываюсь в новые вот эти моменты Сейчас никто не смотрит, а ты можешь играть, играй, не можешь, иди завтра я куплю другого Вот этого я не понимаю То есть вы за то, чтобы растить своего игрока Конечно, да, да, да Ну, вместо, там, девятого места займешь шестое, ну что это дает А так что, он сколько, тот же Губанов, он самарский парень, все Я же его отдавал и в ЦСКА, и везде, когда был пацаном, чтобы он наигрывался Я считаю, что он серьезный игрок Ну, правда, уже 30 лет он и все Но, а сколько ему приходилось тоже сидеть в очереди ждать Там, какой-то там иностранец, который он сильнее Ну, тренера почему-то дают иностранцу Сейчас уже пришли, настали такие интересные времена Раньше в вашей команде играли там звезды, там Юрий Жуконенко Филиппов, тут же Валерий Тихоненко со своими братьями, двоюродными и так далее Вот, а сейчас уже дети подросли уже Ну, ну, Вадеев, сейчас дочка как Вадеев же тоже здесь был, потом он поехал со мной в Тулу Вот сейчас дочка у него считается одна из сильнейших баскетболисток России и Европы По-моему, у Тихоненко Бориса дочка тоже там какие-то надежды Где-то на подхвате, да Да, у Петренко, царство ему небесное, дочка волейболом серьезно занимается То есть можно сказать, что ЦСКА ОВС, баскетбольный клуб ЦСКА ОВС Это была в свое время какая-то фабрика, фабрика подготовки талантливых баскетболистов Здесь такие тренера, как Швецов, который сейчас здесь работает, Гробман, там другие Это же очень серьезные такие, которые живут детьми То есть вы, несмотря на то, что оказались вне Самары, а вот какой-то оставили такой мощный задел здесь, да? Ну, дело нет, здесь вот именно хотелось бы быть, не получилось же все сплотить все здоровые силы Самары Особенно в детском баскетболе, потому что у нас же как, каждый суслика вераном, поэтому А когда, ну, никто-то не хотел подчиняться, кто-то не это Но, конечно, детский баскетбол, мы своей школой это здорово подняли Все-таки по возрастам у нас только были призеры У нас ниже третьего места никто возраст не занимал Потому что дальше развивать надо Ну, здесь, сами знаете, здесь две команды, две коалиции Тем более, это родная, а это приезжие Приезжие, да, с кем легче разобраться? Ну, и разобрались Несмотря на то, что потом все равно произошло, как бы, переливание сосудов из одного в другое И тренеры, как тренер игроки, и работали и там, и там в обоих командах И Сергей Мокин, и тут же Валерий Тихоненко Да и Борис Колосский тоже приложил руку и там, и там В общем-то, сообщающие сосуды были Ну, конечно, конечно Нельзя было, надо было понимать, что делить-то нельзя здесь, так сказать Не, ну, дело-то хорошее, но я считаю, что немножко в организации Вот это, Самары, там, где бы они допустили неправильно, понимаете? Потому что, я говорю, что сапожник должен сапоги делать А баскетбол, ну, должны люди баскетбольные заниматься Ну, вот смотрите, после того, как решили возродить в 2002 году ЦСКА в ОВС Опять, так сказать, опять возродить это все, это детище Ну, просуществовало недолго Посуществовало недолго, к сожалению С чем это связано, на ваш взгляд? Почему? В 2000 году я приехал, когда Дмитрий Анатольевич Шляхтин пригласил Я даже удивился, что пригласил, все Ну, я, примерно, представлял, что команда Там был раздрай полный Без контракта, без ничего Вот, ну, приходилось сначала, вот, Топоров Хороший игрок, я считаю, прекрасный Я его с детства знаю, еще в Кирове, когда он был Вот, ну, здесь, смотри, он без контракта, никому не нужен вообще Вот, я с ним стал разговаривать Я говорю, что ты разве не хочешь, чтобы хорошие деньги зарабатывать? У тебя все есть, ты нестандартный Потом ты такой, он, крепкий парень, такой, психологический, такой, заводной он Вот, и он стал и ходить, тренироваться, все Я сказал, через года два, говорю, тебя пригласят И вот пригласил и Динамо, или Уникс Он выбрал и Уникс И потом он все равно на хорошем уровне заиграл А есть люди, которые, в которых вы, в общем-то, верили, что они станут звездами российского баскетбола Да А они не состоялись Вообще, Гольцов был такой у нас, 78 или 79 года рождения 89-го Два, 10, вообще, в детстве все он мог сделать Ну, разгильдяй Здесь то его из милиции вытащить, что-то в карты проиграл, то еще что-то И все, это такая дубина ходит, никому не нужна И сколько с ним бились, столько и говорили, и разговаривали А данные, ну, у него данные очень такие серьезные были Вот сейчас, оглядываясь на свой тренерский путь А на пенсии, это естественно Начинаешь заниматься самоистязанием Переживая еще раз, так сказать, периоды своей тренерской жизни Все-таки какое чувство больше преобладает? Чувство гордости за сделанное дело За то, что вот жизнь произошла, да не зря Или какое-то через сомнение точит? Нет, я испытываю именно удовлетворение своей работы Я понимаю, что не все сделал, не все знаю Мало знаю, допустим Потому что нам сейчас приходилось что-то самим выдумывать Подглядывать там у футболистов, там еще что-то Так же не было сейчас Включил кнопку, жал, ага, вот это будем делать И давай будем это все лепить Сейчас он все одинаково играет Конечно удовлетворение Еще говорю, очень серьезный был период такой алматинский был Вот особенно вот эти 79-го, наверное, по 86-й год Вот где вот именно надо было Когда всем доказывал, что мы выйдем в высшую лигу Там туда-сюда И, конечно, вот Самарский Но Самарский даже еще сложнее был Потому что там все-таки родные есть, там стены туда-сюда А здесь надо было все доказывать Вдвойне доказывать, что ты сильнее И говорил, что надо все нам общий Весь баскетбол Самарский надо было бы объединить Если бы кто бы смог У меня не получилось ничего И если бы вот это было бы Я говорю, что можно только за счет своих игроков И деньги зарабатывать, и игроки бы играли Потому что здесь очень сильные детские тренера были В то время, ну и сейчас они есть Олег Викторович, вы входили в тренерский совет сборной России В общем-то, знаете изнанку профессионального спорта всю Ваше мнение, почему на Олимпиаде в Лондоне Российская сборная по баскетболу Впервые в истории заняла третье место Получила бронзовые, завоевала бронзовые награды А в Рио мы не смогли в прошлом году даже попасть С чем это связано? Что произошло? Я так не хочу ничего видеть Во-первых, в Лондоне Блад был тренером Берет Блад Да, и он очень хорошо получился именно сплотить команду И верить в эту команду в победу И потом игроки были неплохие А потом, когда он ушел, немножко в этот момент стал такой раздрайк Кто-то все-таки для Влада там не был авторитет Мне так кажется Это команда, конечно, сейчас российская команда поехала Славная команда, очень приличная команда Дай Бог, чтобы все у них получилось И чтобы это был один кулак Вы имеете в виду, что во время нашего разговора Как раз сегодня начинается в Турции чемпионат Европы Поехал наша сборная В тренерский штаб возглавляет национальную сборную Сергей Базаревич У которого тоже свой период жизни в баскетбольной Самаре Он зря работал со второй командой Да, со второй командой Причем в поселке Рощинский Вот куда, в какую же дыру он попал И вдруг кто мог предположить Вот я, например, мальчишкой был бы, да? В поселке Рощинский Ходил туда на матче второй команды Он еще с красными крыльями же он работал Нет, а потом он стал красным А сейчас главный тренер национальной сборной Это просто... А всего два кандидата было Вася Карасев и он Баскетбольная Самара Она, оказывается, родила столько известных людей Личности в баскетболе И дала российскому баскетболу известных личностей Мы говорили об Азаревиче В тренерский штаб входит Борис Соколовский Тоже много сделавший для Самары баскетбольной И сам игравший в Куйбышском строителе Ну, в общем... Мокин Сергей Мокин Я тоже считаю, да, это тренер Он очень хороший тренер С характером У нас, между прочим... Сейчас Грачев будет Опыта набираться Дай Бог, чтобы у него было очень хорошо У него на тренерском поприще Мне кажется, очень много безработных тренеров Даже в Самаре Большой и высокой квалификации Которые разбрелись по стране И если собрать всех воспитанников Самарского баскетбола И всех тренеров Я думаю, ну, это... Выбор был бы огромный Для того, чтобы... И вообще под спорь и такое Чтобы мечтать о каких-то больших победах Самая ваша большая победа в жизни? Ну, так сказать... Самая большая, то, что... Носился с идеей выхода в высшую лигу Когда команда Алматы 18 лет не была в высшей лиге Вот это я считаю, что мы играли Три или четыре переходных моментов И где были там... Ну, делали так, что, допустим Отменяется Не будем в связи с этим Ну, а потому что попадался Два раза попадался Евгений Гомельский С Динамо За счет, что вылетят, а не вылетят Вот Я считаю, что это большая была заслуга И потом заслуга то, что мы попали В Кубок Европы Кубок Коротча был очень солидный В то и в те времена команды Такие команды, как и Фес Пилсон, Цибона Да, и с Петровичем играла там Я считаю, вот эти, конечно Два таких, которые мы мечтали Чтобы и ребят заразили этим Что только у нас был выход в эфире Все, как получится Сколько еще нам придется ждать Чтобы сборная России Повторила успех Сеула 88-го года И стал олимпийским чемпионом Ну, сейчас ей трудно что-то сказать Тем более На наших век хватит? Олег Петрович Хватит, наверное Я думаю, что все может быть Все может быть Сейчас вот на университете Литовцы Американцев просто разгромили Поэтому все может быть А состав у нас сейчас очень приличный У нас где-то 15-16 человек Очень приличных игроков Ну, а как вы думаете Самара Баскетбол Баскетбольная команда Самара Когда будет играть В единой лиге ВТБ В элитном дивизионе? Ну, я зависит Во-первых, от финансов Я зависит Все-таки я считаю, что Федерация Самарская Существует баскетбол Вот как они найдут общий язык Какие сделают это И цели надо ставить Какие-то Не всю жизнь же играть В Суперлигбет Тем более для Города Самары Самарской области Где традиции баскетбола Уже Много-много лет Только на моем веку Лет 50 Поэтому Я думаю, что это обязаны Потому что есть все условия Стадионы, залы Приводятся в хороший порядок Это тоже А вот появление Центра спортивной подготовки Куда собраны Кандидаты в Олимпийцы Вообще Цвет губернанского спорта Это Придаст новый Мощный толчок В развитии Олимпийского движения В Самаре Конечно И так и должно быть Не каждый должен Разрозненно все это быть Единственное Если соберут все Под это дело И будут фанаты Люди Профессионалы Работать в каждой В своей области Я думаю, что будет все нормально Обязательно Спасибо, Олег Влович За очень интересную беседу И я хочу сказать Что вот Ваш оптимизм Разделяет Многие Многие Любители спорта И конечно же Хотят еще раз Увидеть Баскетбол Самары В элите России Спасибо В руках Грачева все Да Баскетбол Самары Спасибо Это был Олег Ким Герой нашей Сегодняшней передачи До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова